приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва мы с вами очередной раз на рыбалке вот сегодня у нас досталось такое место здесь мы раньше никогда не рыбачили сегодня с подписчиком с Давидом вы его не раз увидели вот сегодня еще приедут еще подписчики канала все для клёва для мастер-класса поэтому будет весело места у нас в принципе достаточно тут где-то на три рыбака есть широкое нормальное место но 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 смотрите сами друзья какой здесь беспредел с рачевнем самое натуральное ужас не царить свинардник придется это все убирать наводить порядок и уже мы создали в вайбере группу все для клёва ссылка этой группы в описании и уже не позволим здесь наводить срач так как будем передавать такие места нашей группе поэтому адекватным подписчикам канала все для клёва вступайте в нашу группу и ловите на чистом берегу вместе с нами в теме видео сегодня будем испытывать новую кормушку от фирмы Потап вот такая красивая кормушечка которая может использоваться для гороха кукурузы крупные фракции она стограммовая такой сферической формы и назвал ее паук попробуем на нее половить посмотрим что она себе представляет уникальность кормушки в том что она загружается не сбоку а снизу это делать ее более экономичной и долгоиграющей сравнение с обычными фидерными кормушками кормушками flat новая кормушка паук более обтекаема она лучше стоит на течении и за счет тяжелого массивного основания с острыми шипами отлично держит дно кормушка выполнена из эластичного материала и даже при ударе от твердую поверхность она слегка пружинит отскакивает и сохраняет форму и так оснастку друзья я связал с этой кормушкой вот тут получается вот такой вертлюжок с карабином бусинка как стопорок получается на стопорная бусина от нее идет отводик с петелечкой и поводочек с крючком и двумя горошинами такой как вы видите ребра на этой кормушке достаточно широкий поэтому горох свободно проходит поэтому для того чтобы горох сюда прессовать необходимо взять прикормку вот я буду пользоваться fish sport горох чеснок она будет дополнительно создавать струю вот и издали привлекать рыбу я творил горох тут не только круг круглая фракция видите крупная но и половинки которые тоже добавил сюда для общей массы поэтому такие буду на крючок насаживать ну и всю эту общую массу буду смешивать с прикормкой и добавлять в эту кормушку вот у меня такая получилась прикормка гороховая такой микс такой гороховый из горошин половинок и прикормки из гороха вот наша прикормочка вот так пример нас первый раз вышло вот в принципе нормально у а а а а а а Друзья, первый улов, смотрите Ну, это говорит, что правильно Мой заброс нормальный Там, где ракушка, там, где и питается рыба В принципе, это хорошо Друзья, обратите внимание Как она быстро поднимается со дна Вот, и делает Такое глиссирование По поверхности воды Что, друзья, вымывается хорошо Я смотрю, 5 минут И прикормки уже нет То есть, это, в принципе, хороший показатель То есть, больше, чем Два удилища ставить нет смысла Друзья, ну, первая тарань Какая жирная, слушайте Супер вообще Смотрите Ну, в уху пойдет, хорошо Ох, какой экземплярчик красивый Смотрите Красивая какая Жирная Красивая тарань Ну, друзья, еще одна таранечка Вот уже три их Хорошо Так, ну что, друзья Наверное, мы начнем наводить порядок Потому что вот этот срачебник Никого не устраивает Смотрите Мусора, барахла, капец Столько Ужас 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 И вот в этом приходится сидеть Представляете Вон там тоже И там И здесь Ну, там как там Ну, вот этот, конечно Здоровый мусор Сейчас мы поубираем Да? Так, ну что же Пять минут времени И порядок наведем Тут уже можно съездить А так Пол мешка мусора Да Идем, наверное, вон туда Да Так Идем сюда Теперь Вот уже Килограмм 10-15 Килограмм 15 Мусора есть Вот так вот, друзья Каждый 15 килограмм Глядишь И наш Днестр Через годик будет чистый Ага 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 А вот и подписчики канала Все для клевого С Молдами Рады Что, есть место? Мы именно на этом месте Остановились в прошлый раз И смотрели, как люди ловят рыбу Да А мы только что Мы собирали мусор Ага Вот, смотри Ну, вот, короче Вот тебе место, смотри Здесь места, да? Да, вот тебе Смотри Где у меня? А, потанчик бы ты ездил Да Тогда мне в кармане, наверное Вот, смотри Нормально? Да, здесь классно Ну, все Все у вас Все тут запряжено Все заряжено Ну, да Сейчас просто подрегулируем Дополнительно еще Давай Ага, плотно так, да? А? Да, туда Да, туда Да, ну тут сейчас Небольшое получается Течение Небольшое А можно, если А, там рыбаки есть? Вот там одно место еще есть Если надо, то без проблем Ну, ну расскажи Про свою рыбалку Как ты вообще рыбачишь? Рыбачу Рыбачу очень сильно люблю Но не всегда получается выехать Да Ну, первый раз вот сюда Мы как бы приехали на это место Ну, бывали раньше Там чуть дальше в Молдове Ага Вот, там ловили неплохо Ну, вообще в двух словах В Молдове Что за рыбалка? Как там? Ну, в Молдове Дефицит воды Ага В многих местах есть Так Вот получается, что вдоль Днестра Здесь еще есть какие-то рыбалки А куда у нас на юге Где-откуда я Там у нас есть озера Ага Вот мы настоящей воде В основном ловим Ну, иногда получается Иногда нет Ну, приглашайте на рыбалку Приедем к вам в Молдове Обязательно приглашаем Обязательно его Да? Собираемся Говорим, когда Назначаем дату И вперед Все, договорились Все, добро Игорь Иди расскажи Ты рыбак вообще? Конечно Да? Давно? Давно Вот слово вместе Ага С пеленок, можно сказать Да? Понятно Ездим, вместе рыбачим Ну, сейчас не очень-то Поломал ногу Ну, то, то, то пройдет Да, это мелочи жизни Всем будет очень интересно узнать На что молдавские любители В рыбной ловле Ловят рыбу На какую Накие оснастки Игорь, на что-то мелочи Вот Так, рекормочка Плюс то, что своровали по дороге Кукурузку Ага Кукуруза с поля Добавочка Понятно Вот Сейчас еще что-то найдем Ну что, нашли то и взяли Мы сильно не готовились Понятно Фонтанно Хорошо Ладно, посмотрим А это что, перловка или что это? Да, перловка Ооо Возьмите, попробуйте Еще на национальный продукт На мамалыгу Мы будем варить здесь Ага О, да Сейчас запустим карагаску Не закрывайся Сейчас мы прикормку тоже добавим Национальный продукт на мамалыга Я забыл пропал Мамалыга, да? Да, сейчас сделаем Так И будем ловить рыбки Ты вон Ха-ха Как раз нам нужен карасик Друзья, ну вот Давида Карасище Намакушатник Супер Я только говорю Вот нам бы еще не хватало Одного карасика Ха-ха И вот он И как раз он Вот дедушка Днестр Он сразу дает Вот Только ты попросишь У него что-нибудь Он всегда дает Да и дает Да На этого На горах Так, ну Показывай свою снасть Ну вот Супер секретную Ну ничего такого Так Вот Вот Здесь Значит Громаж Я понял Что тут На днестре На не написано Да, есть Но маленький Я грузил еще Добавил дополнительно Вот Два по Два по 35 Понятно Ну примерно Плюс-минус Ну Из того что есть То и как говорится Выпутываемся уже Понятно Сейчас поставлю стопор И поставил горошки Три штуки Да Горошки по дороге запарили Прямо вот Взяли в супермаркете Горячую воду И купили контейнер Засыпали там это И пока доехали Не успели Хорошо запариться Ну посмотрим Короче Все вот так На ходу Баз-баз Короче Все на ходу Будем Ну что Немного Сейчас посмотрим Покажет она Что там Как Вода Вода покажет Да Да Ну и вот В общем Вот так Ее втыкают Просто И все Чтоб она там Где-то не лазила Пока упадет Ага Красота Хотя в обрезе тут надо Лесточку Не Ладно Посмотрим на заброс Нет Это я задел Это я задел Так Барабанная дробь Давай Нормалек Нормалек Хорошо Тут лески мало Вот еще и лески мало Остре она перепуталась И так что туда А не Сейчас она Станет Сейчас она Туда Отлично Это же 5 удилищ Засунуть Закинули А если Присящи Асикарп Клюнет Что будешь делать Она запутать же все Если клюнет Карт Мы его вытащим Да Гарантирую Да Ну все Хорошо У нас практически Все ингредиенты Для ухи готовы Вот Сейчас закипает вода А вот она уже закипает Отлично Кинди морковочку Лучок Сольку Лавровый лист Петрушку Вернее перчик Короче как всегда Вот сейчас Красиво Так друзья Ну как ради Ингредиент Нашей ухи Это петрушка Немножко мы туда Положим Чуть только Так И будем считать Что наша уха готова Сейчас мы будем Буквально Она покипит Одну минуту И будем выключать Ох комары Тут конечно Грозучие Такие Пока я тут Сейчас снимаем С вами видео У меня уже Жрут они Не по детски Я чувствую Прямо по лицу Из-за лампы Так что мы тут Увидим Я не знаю Друзья Но у нас Уха готова Помидорки Сальцо Классная компания Баска Яйцо Ничего Молдавские друзей Калараж Каберне Ну короче Все дела Я конечно Так не полный Это так Я конечно На рыбалке не пью Но сегодня Дело принципа Немножко Немножко Мы же не наплеваем Мы же не ведро Тут Что тут Да Вот такая Сухопричность Да Сухопричность Красивая Еще не пробовали Но красиво Ну давайте Надо что попробовали Ну наливай Я уже попробовал Я наливаю Ты же поймал Первый рыбик Да Ну ладно Хорошо Тузнятина Здесь прямо Что серьезно Да Друзья у нас рассвет И наш герой Давид О Орел Поймал карпа Но Не зря он Не спал Мы все дрыхли А он Ловил Да Давид Да Молодец Где он там Твой карпик Оказывается Ночью Клюет Карпин Я это И не знал Ну такой Где-то Душечка Хороший Отлично Пока что Тарань Прием На горо Я ловлю Только на горо У нас поклевочка Друзья Так Так тарань слушай и ай-яй-яй-яй тарань как и друзья такая трубы все на теплая теплая в кипящую воду так досыпаем крупную кукурузную на кукурузу это у нас будет у малого по-разному сварят я так по простому и перемешиваем постоянно не давать еще всему образовались комочки ты понимаешь комочки это когда самым кушать а для рыбы по барабану есть комочки не такой гейзер получается но чтобы еле-еле до дома тихо надо на медленном огне так как мы хотим что было погуще чуть-чуть добавлю сколько надо варить так но она варится 5-7 минут быстро долго не надо говорить главное чтоб не перегонило если пригорит рыба не кушать постоянно помешивать горячая ну так друзья увидите сейчас я так понял что молдавские рыболовы любители нас переловят да если рыба есть то поймаем ну все отлично ну надо мешать периодически она уже доходит да да однородная масса чтобы было на тихом огне вместо не вставать и чтоб не дать пригореть она уже такая же твердая сейчас она можно с разными этими ну с этими которым шоу прикорками мешаешь прям интересно быстро еще можно добавлять туда для склеивания добавляют еще манку так она так твердая она резиновая бы не стало уже на нет но это на воде может в один моментально растворится так она вкусная нельзя тебе ложку давать друзья мы дождались каповой поклевочки на начало положено молку вот такой красавец да на горошин друзья ну что отпустим таких карпиков мы не берем даже для того чтобы пожарить на рыбалке иди иди махал хвостиком махал хвостиком не пошел ну была поклевка я начал кинуть ага прямо возле берега что-то ну атаковала или щука или это подожди так это что они все вместе уже повело туда и и мы все три удилища едите лететь цикасе карп клюнет чтобы сделать но запутать же все если клиник карту и вытащим до гарантирую а что ты вяжешь я вижу оснастку на карасик хочу попробовать на крючочке там грузик простую понятно а это же горох на тот что на вас замочили понял у меня поклевка е-мое да ох ты так друзья в нас поклевочка наметилась давай атаковала ваша рыба то ли щука то ли судака и она как рванула что там много что то есть хорошая карпика должен быть давайте тяни сюда 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 намотай на вам давай сюда побежим я подсеку вот на воде что да это означает друзья нужно менять крючки вовремя так друзья пробуем проэкспериментировать с прикормкой потому как что-то у нас ловится одна тарань а хочется поймать карпа поэтому попробуем горох который уже немножко подкисший ферментированный я сварил горох обычный он получается сладкий а этот ферментированный возможно карп лучше клюнет на ферментирование поэтому взял такой санфиш горох натуральный добавим немножко мелассы сливовой буквально крышечку не больше конечно нужно было бы в воде и развести ну вот добавим и и разведем воду потом так немножко и так ну вот вас слива с горохом перемешана немножко добавим гороховой прикормки fish sport горох monster carp усилим вкус скажем так нашего гороха получается средняя крупная фракция такая грубый помол скажем и вот но вот это вот попробуем поймать на карпа добавим немножко водички помешаем чуть-чуть добавим не так достаточно горох прокисший попробуем поймать на него потому что на обычный вареный горох что-то пока клюет слабовато вот это получилось у нас будет нормально горох выходить то есть тут она проточные характеристики этой кормушки очень хорошие поэтому надеемся на хороший результат друзья какие варианты я делаю оснастки с кормушкой паук но в принципе здесь есть специальное такое технологическое отверстие в котором составляется вертлюжок с карбином и можно продеть на основную леску эту кормушку она будет получается скользящая такая оснастка вот дальше на основной леске я привязываю бусину она является стопорком и от бусины получается небольшой отводик здесь вижу узел восьмерку и получается петелечка за которую я зацепляю свой поводок поводок делаю примерно 50-60 сантиметров вижу оснастку с безузловым узлом цепляя сюда горох один или две горошины в принципе не имеет значения вот есть такой вариант 1 2 вариант оснастки как я это вижу тоже на основную леску можно привязать вертлюжок и сделать вот такую небольшую оснастку с пластиковым отводом тоже тут вертлюжок получается и вот такой интересный вариант это примерно для таких как я которые уже немножко имеют не совсем стопроцентное зрение вот с двумя крючками на этот крючок можно прицепить две горошины вот и будет такой отвод поводок скажем так с двумя крючками либо поставить в меньше крючок и тогда будет на одну горошину либо на две ночи разные варианты экспериментировать можно бесконечно поэтому вот такой вариант тоже имеет право на жизнь здесь получается скрутка из лески в два слоя узелочек и потом пошла леска в один слой и два крючка очень удобно для таких как я которые уже слабо видят как одеть правильно стопорок особенно в ночное время или там в утренние ранние утренние часы вот принципе такой вариант с двумя крючками очень эффективный то есть на один насаживаешь ключик на один крючок насаживаешь две горошины на 2 ловится рыба одеваем горошины таким образом чтобы продеть ее через две половинки горошины так вот раз 1 и вторую точно также это седловид на две горошины вот такой вариант можно сделать конечно и на шнуре и на леске в общем друзья самое главное что хочу вам сказать это экспериментируйте пробуйте свои варианты друзья для заброса 100 граммовой кормушки что я в основном использую удилища фидер хамелеон но такое более изящная более мягкая и если им забрасывать туда получается 100 грамм сама кормушка плюс прикормка грамм наверно 20-25 может 30 и то есть можно так навесиком на небольшую дистанцию забрасывать а если сделать большой дальний силовой заброс то в принципе вот сихантер как раз для этого и призначит у него до 180 грамм тест поэтому и можно бросать не боясь при этом у него получается такой тоненький кончик но она достаточно крепкая и выдержит такие нагрузки опаньки вот вроде а среди двойной крючок сработал на одной горошина вторую за рыбу красота так и верену расскажи о ваших достижениях сегодняшних пока никаких нету так как его ну вот она вот она без подсака достали елки она сама выпрыгнула сама из из-за уважения ну как это ну как это хотя бы одну да что опять опять перепуталась а потому что много удилищ много 4 шмотов вот у меня два стоят два да да я поставлю два так карасик у нас да да а перед этим подлещик класс хорошо так друзья у нас поклёвочка посмотрим что там есть ну вот вот какой карасик вот друзья примерно где-то 15 18 кг мусора собрали с этого участка это примерно где-то около 30 процентов всего мусора который здесь есть поэтому сам делаю и подаю пример вам забираем собой и увозим друзья на такой позитивной ноте будем заканчивать наше видео у нас очередной маленький перекус скажем так рыбалка мягко говоря не удалось зато отдых был стопроцентно и сухой принципе нормально посидели карпики карпики есть карпики есть мы плату ловим продолжаем еще ловить сейчас хорошо да карась тоже пошел мне пришел еще зато есть за специалистом на главное не поймать убить его на участие участие и давайте рыбе шанс и не мусорьте на берегу и берите только то количество рыбы которые можно брать то есть до 5 килограмм если есть возможность не берите больше дайте возможность рыбе немножко развиваться здесь в водоеме что же на этом заканчиваем наше видео если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал все для клёво но всем привет я прощаюсь до скоростичной балки